Чистым белым снегом укрыла вернувшаяся зима электрогорскую землю утром 18 марта, скрыв от глаз участников планового рейда по контролю соблюдения чистоты и порядка в городе то, что в народе называют подснежниками. Но есть у нас и другие объекты внимания представителей Госантехнадзора. Мы находимся с вами на продолжении бульвара, где в настоящее время строится физкультурно-наздорожительный комплекс, который будет введен в плотацию. И сейчас здесь есть временные настилы, по которым жители могут передвигаться. Здесь все огорожено. Осмотрено ограждение строящегося фока, не вызвавшее нареканий, что относится и к ограждению места введения работ по прокладке новой линии канализации. С одной стороны, территория не огорожена никак, что представляет потенциальную опасность, поэтому здесь лучше не лазить. Во дворе дома номер 5 на улице Ухтомского обнаружен открытый бесхозный люк. А припаркованные на тротуарах и детских площадках автомобили мешают освобождать территорию от снега. И вообще такая парковка незаконна. Эту проблему поднимали еще на прошлом объезде. Ничего не изменилось, за исключением того, что отремонтировали тепловую камеру. Ну а жители как продолжали ставить машины на газонах, так они и ставят. Но здесь они не на газонах, здесь они поставили на детской площадке, что запрещено законом Московской области. А жители в курсе? Ну мы неоднократно давали информацию и по телевидению, и в газете писали статьи. Ну и закон, если люди конечно не читают законы, это не освобождает их от ответственности. Закон уже существует более 10 лет. Все это находится и в интернете, и в средствах массовой информации, в свободном доступе. Ну почему-то наши жители считают, что необходимости свои, что вот поставлю машину на детскую площадку. Это недопустимо. К ним будут какие-то приняты? Конечно будут. Сейчас отправим запрос в ГИБДД, получим сведения, на собственниках машин будет выписан административный штраф. За забором детского садика 35 ведутся работы по прокладке трубопровода. Ограждение частичное, меры безопасности не соблюдены. В очередной раз производители земляных работ пренебрегли требованием закона по установке ограждений. Ленточное ограждение натянули, но это не считается забором. Забор в населенном пункте должен иметь высоту не ниже метра 20, сплошной, до пресечения несанкционированного доступа до посторонних лиц. Ну, как всегда, есть организации, которые пренебрегают данными требованиями. Будем разбираться в очередной раз, учить, как правильно ставить заборы при производстве земляных работ. Какая организация ведет здесь работу? По нашим данным, ОКОЛОС. Учить приходится всех и постоянно. Кто-то уроки игнорирует, кто-то делает выводы и проводит соответствующую работу. Сотрудники МОП «Электросеть» очистили от свежевыпавшего снега тротуары на улице Ленина. Неочищенная от снега осталась в этот раз площадь Советская. Снег во спасение и снег в наказание. Зима приходит и уходит, а проблемы в Электрогорске остаются. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя.